Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают могу говорить о том что большую часть конечно же во всем этом сыграл бог потому что были такие ситуации которые не оставляли выбора вот вот еще что то есть нужно либо бросать либо идти и даже самого начала общины ты пастырь нет так не было община началась официально началась в 2002 году ну вот совсем недавно я размышляла над тем когда что вообще называется началом и я пришла к выводу что начало вообще рождение любой общины это наверное начинается в сердце человека который готов принять ответственность это не штамп в регистрационных документах это не первое даже собрание кто-то отвечает на призывы сначала был кто-то мужчина возможно да который вел служение это была какая-то странная ситуация которую никто не может до сегодняшнего дня точно описать это был сумбур это опять же за всем этим конечно же стоял бог сейчас это понятно это это вот представьте ситуацию я являюсь членом харизматической церкви у меня быстро растущее служение я знаю свое место катастрофически не хватает времени ни на что и денег нет совсем потому что все время очень знакомо это да да на самом деле было настолько сложно что мы считали деньги на проезд мы могли приехать с благотворительной работой в какой-нибудь пансионат и мы не знали чем мы будем добираться назад и не вернемся были мы молились каждый раз вот нам нужно было чудо даже в таких вещах и вот я работала в ателье и вечерами собиралась служение домашней группы и пришел в ателье наш пастор и мой муж тогда тоже работал в ателье мы вместе пришли и он говорит что ты думаешь о еврейском служении вот просто он пришел как бы по своим вопросам что вы думаете о еврейском служении но конечно же никто вообще не понимал что это значит и второй вопрос пастор задает моему супругу а ты хотел бы этим заняться несколько секунд молчание и он говорит нет вот так вот нет вот это хорошо хорошо и ушел а почему за история позже понятное стало это почему он пришел в это ателье к нам оказывается год назад до этой ситуации он пообещал мессианским служителям которые приезжали в наш город что он будет молиться искать человека который бы начал это служение и я думаю наверное что зубы и так подозреваем прошел год ему его спросили так что он появились не такие люди их нужно было найти этих людей вот вот просто какой-то жребий и мой супруг отказался прошел еще месяц и вот этот месяц это был месяц ужасного беспокойства не было сна это были такие мучения по поводу того что вот есть какое-то еврейское служение и мы сказали нет и вот они же просят а его же надо начать у нас никто не давил может быть шутили так что вы не передумали все это было просто внутренний вот бог не даст а вот так наверное но я конечно же бы в те дни сказала бы да сразу потому что мой характер такой я сначала бы села в самолет а потом спросила бы где кнопочки и как им управлять надо было выждать месяц чтобы вот прошел этот месяц и супруг сказал я хочу заняться этим то есть он получил какое-то откровение он принял решение решение вот так откровение мы получали еще не знаю в несколько лет потому что никто не знал куда мы собираемся лететь мы сдали согласие и потом только мы вообще познакомились с мессианским служением и чтобы было понятно это был 98 год в 2000 году община началась и в 2002 году мой супруг отошел он не с нами он ушел господом и вот ситуация начавшаяся община достаточно кризисное время потому что начало всегда одно сложно сколько людей у вас было на тот момент я думаю уже 40 людей где-то был не было ли желания найти какого-то служителя возможно уже кто-то вырос в общине кого-то из братьев и сказать брат я торжественно тебя поздравляю господь выбрал тебя видишь другого пути нет думали ли вы об этом конечно 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 потому что я вообще не представляла своего дальнейшего пути вот в статусе человека не вот я одна я не понимал мой мозг еще очень долго не справлялся вообще с этой информации что супруга нет рядом поэтому нет я не видела себя в этой роли и да конечно же искали выход но так случилось что его смерть настолько сильно повлияла на овец что такое впечатление было что муж умер у них а не у меня их это совершенно разрушила община очень медленно начала исчезать просто люди в травме в каком-то таком горе просто уходили и не думали ли вы передать например людей в церковь просто прийти и сказать возьмите нас например как регион и вот у нас вот такое видение в принципе мы понимаем что еврейская мессианская община она очень близко к христианской церкви на самом деле но с учетом только определенных откровений служения еврейскому народу можно было таким образом решить вопрос не было даже шанса такого и если бы такой шанс был наверно бы так и поступили то есть еврейская как бы сама идентификация она была настолько важно в данном контексте что нужно было продолжать любой ценой сейчас на сегодняшний день ситуация очень сильно отличается в между отношениями вообще церкви и мессианских общин сегодня вот есть например эта передача сегодня печатаются книги сегодня служители мессианских общин приходят в гости в церкви проводят совместные мероприятия тогда мы были как маленький цхак над нами над нами смеялись мы не имели поддержки теоретически она была но практически нет хорошо если мы говорим об обычной мессианской общине которая переживает определенное давление с христианского общества то что говорить о женщине как лидере такой общины я понимаю что ты пережила ну скажем так мягко несколько не совсем удачных моментов приятных моментов вы решили остаться ты решила остаться пастырем могла бы ты немножко больше рассказать об этом вот решение потому что на сегодняшний момент есть множество женщин которые находятся в еврейском мессианском служении и мы можем увидеть что у некоторых из них обратно же есть свой контекст церковный культурно исторический где смотря где находятся эти общины но эти женщины они переживают постоянные стрессы и даже можно так сказать определенный сексизм со стороны мужского населения верующих братьев которые говорят но слушайте вот есть там например столько-то мест писаниях которых ясно должна женщине молчать не учить не может а что говорить о еврейском служении это вообще выходит как бы за пределы культурного наследия могла бы ты больше рассказать о своем пути чтобы может быть это стало ободрением для этих женщин служителей а также но позволила в чем-то утвердиться лишь или возможно для братьев по-новому посмотреть на эту ситуацию написано без веру гадить богу невозможно все все то о чем ты сейчас говоришь она основывается на вере человека его глубоких убеждениях на самом деле вот то что внутри человека в том самом главном его сокровенном месте его души то что мы называем духом наверно там все и определяется и проверяется временем или потрясениями мы можем говорить о чем угодно но только потрясение или трудное время вообще испытания которые допускают бог определяет во что ты веришь на самом деле для меня то время и было таким испытанием если я смотрю на небо и верю что она голубое и я не могу согласиться с тем что мне люди могут говорить что она красная ли там зеленая я значит не нужно признать и что я либо больно либо мне что-то с головой не так но я вижу это небо голубым моя вера к тому времени она была основана на скажем нескольких принципах один из них это вера в призвание предназначение человека и я до сих пор свято верю в том что пол в этом не играет роли я так верю и я не могу по-другому думать и смотреть на на вещи я думаю даже люди во многом проигрывают когда заставляют братьев принимать ответственность за потом только то что они братья и эти братья они мучаются делая работу которую они вообще не призваны но они должны делать потому что они вот мужчины на я это напоминает мне роль жены пастыря вот есть пастырь и автоматически молодая девушка которая выходит замуж за пастыря она как бы приобретает особый статус она жена пастыря соответственно автоматически от нее ожидается определенный уровень жизни святости духовности и движение в дарах то есть именно как бы вот что вот она также хорошо должна учить как он должен учить как он учит например она может проповедовать и должна проповедовать то есть такое вот какое-то ощущение что дары они передаются половым путем и по наследству детям которые также страдают и мы видим к сожалению периодические истории детей верующих родителей особенно пастырей которые переживают потрясение потому что они понимают что все говорят ай-яй-яй ты там сын пастыря неужели сын пастыря так бы повел а он простой пацан который родился в христианской среде да он знает библию с детства ему читали да он умеет молиться да он рожден свыше но тем не менее он все еще в поиске он в росте но от него ожидают так как от папы а папа предположим епископ да и это очень сложно бывает таким молодым людям мы знаем что когда они отрываются случаются моменты когда они просто разбиваются их вера приходит в упадок и они сами вынуждены по-новому открыть для себя бога но мы говорим о женщине мы говорим о женщине в еврейском мессианском служении то есть факторов намного больше не делать этого чем просто слово призвание чем просто то есть мы можем иметь призвание например да к разным вещам ты можешь проповедовать не будучи пастырем ничего не мешает ты можешь достигать людей почему все же несмотря на вот все происходящее ты придерживаешься позиции о том что тебе нужно быть пастырем я конечно же не всегда была в этом уверена и я человек который переживает сомнения ко мне приходят вопросы которые ставят заставляют меня перепроверять очень позицию дай свой выбор каждый раз но тогда в тот момент когда случилось то что случилось было это община которая начала тает на глазах и в это вообще не были люди которые меня не принимали открыто мне об этом говорили были люди которые говорили что еврейская община никогда не сможет существовать если здесь женщина будет лидером не говорили это открытую в открытую и говорили в евреи никогда не примут знаете что самое удивительное что говорят это люди которые не к евреям не к служению евреям не имеет часто отношения это либо люди с церковным прошлым с догматическими какими-то устоями вот тогда так именно и было и я конечно же вы знаете была с ними согласна я была с ними согласна потому что все это очень убедительно и мало того в я могла свободно собрать чемоданы уехали другую страну где меня ждали в очень хорошее теплое место где бы наверное я сегодня и осталось бы там жить меня там ждали моя мама жила тогда за границей она говорила приезжай и я собиралась уже я размышлял об этом то есть получается ключевое слово призвание личное призвание личное призвание только личное призвание о нем не должны рассказать люди потому что через какое-то время ты начнешь сомневаться люди это люди сегодня они говорят одно завтра говорят распни послезавтра пожалеет никогда выбор человека в служении не должен зависеть от людей можем ли мы прийти к такому выводу то есть женщина служитель еврейском мессианском служении это скорее скажем так больше исключения при условии определенного призвания и в большей степени хорошо если все же этим служением но имеется ввиду руководящей должностью до или там человеком который ведет это служение занимаются мужчины или здесь нельзя говорить такими категориями думаю можно что это исключение но в наше время мы можем быть достаточно распространенным вот так можно ли больше вот объяснить эту позицию можно посмотрите на женщин руководителей они либо хорошо справляется с руководством и очень плохо справляется с тем кто они есть дома потому что нутенера психологические вообще черты портрет какой-то который изменяет ее как спокойную нежную там руководителя конечно это это трудное место и поэтому говорить что женщина которая более эмоционально которая более подвержена стрессом она приходит в это трудное место наверное ну далеко не каждый может там справиться далеко не каждый это просто женская психология не всем это возможно иными словами это опасность служения женщины в таком вот ну скажем пиковом служении на вот то что находится на острие давление то есть мы знаем что в основном все вопросы какие-то потрясения которые происходят в общине или церкви они обязательно проходят через пастыря то есть это человек который в каком-то смысле одинок который в каком-то смысле он переносит тяготы и просто по женскому характеру потому как бог создал женщину это сложно это сложнее чем это сложнее чем мужчине то есть мужчины они более про прагматичны или скажем более видят определенные вещи по-своему и поэтому победа дается может быть скажем так по-другому если по-другому я не говорю что легче потому что по-разному бывает хорошо если мы возвращаемся к этим сестрам которые находятся вот в таких вот сложных обстоятельствах когда у них нет такого мужчины которому они могли бы передать ту группу людей евреев которых о которых они заботятся возможно них есть даже община которая зарегистрирована или что-то вот как-то уже имеет форму какую-то определенную что им нужно сделать им нужно взвесить свое сердце на предмет призвания то есть если они видят что для них это слишком тяжело и это потрясение все же пробовать найти какие-то пути пригласить возможно кого-то из мужчин кто мог бы взять это служение или если они видят что у них есть это призвание просто не сдаваться не опускать руки и не чувствовать себя ущербным в этом служении но продолжать его и двигаться дальше чувствовать себя ущербным в служении как мужчине так и женщине значит что они сло они с допускают быть слабыми чувствовать себя ущербное служение это не приносить бога так как мог бы ты это сделать это во первых и и конечно же нужно разобраться с этими голиафами в тайной комнате для себя нужно однажды решить ты здесь кто кто-то здесь это нужно сделать любому человеку я расскажу один эпизод как что мне помогло значит разбираться с собой было одно служение и это было место куда собрались раввины и было много мессианских общин и так случилось что они все были очень высокими большими вот такими бородатыми одинаковыми просто какие-то все такие сильные вот как 33 богатыря и один из старших вот раввинов он позвал всех молиться той общине где мы были гостями и они все вышли и я не смогла я не смогла потому что я почувствовала стыд выйти думаю к что я вот они такие что вот я часто буду рядом с ними сделать мы там тысячу мыслей и сестры которые переживают подобное месяц очень хорошо поймут что происходило тогда я стала стоять на сцене за шторы и я была абсолютно убеждена что никто даже не заметит постояла там и детей ходила себе свою работу и в общем то так мне казалось и произошло но на следующий день раба подошел ко мне говорит почему ты осталась стоять за шторой могу сказать что в моей жизни были люди которые меня поддержали все-таки в моем призвании почему ты осталась стоять за что говорю послушаем они и я ну что мне там рядом делать и он сказал мне такие вещи говорит если ты не собираешься всю жизнь простоять за шторой ты должна решить кто ты и где твое место все очень интересно очень интересно дорогие сестры мы очень хотели бы чтобы опыт который пережила и на он очень как бы помог вам вашем выборе и вашем служении безусловно хождение с богом а хождение в лидерстве с богом это еще сложнее и нам нужно взвешивать свое сердце вы знаете есть битвы в которые возможно нам не стоит вступать и действительно поискать человека который мог бы нас подменить это нормально это не является поражением но если вы переживаете вот эту близость с богом если вы чутко знаете что бог меня поставил на это место он хочет чтобы я вот здесь несмотря ни на какие исторической культурные такие фоны события продолжала это служение не бросайте не бросайте бог поможет вам даст мудрости даст слово даст слово наставление назидание и мы действительно знаем что в писании периодически в истории израиля поднимались великие женщины кто знает возможно вы одна из них поэтому да благословит вас господь ободрит вас и поможет вам порадовать его своем служении будьте благословенны с миром божьим очи наш сущий на небесах да святится имя твое да прийдет царствие твое да будет воля твоя на земле как на небе хлеб нас насущный подавали на каждый день прости нам долги наши как и мы прощаем должникам нашим не веди нас во искушение но избав нас от рукав ибо твое исцарствие и сила и слава вовеки аминь